всем привет сегодня достаточно редкий выпуск в плане того что вот эти вина и не найти и вообще мало кто о них вообще знает такие обычно давайте я покажу такие обычно позиции они бывают у микро компаний у микро поставщиков которые как раз специализируется на определенном направлении например там на бургундии или на каких-то виноделах которые исповедуют биодинамику маленькими тиражами делают вино то есть это такие вещи которые и в мире то мало кто знает а именно такие маленькие компании дают возможность вот этим например полутора тысячам бутылок быть попробованными в разных уголках мира например в россии может быть даже конкретно санкт-петербурге будет 150 бутылок всего лишь таких и об этом надо рассказать давайте начнем и что удивительно смотрите на что похоже бутылка на что похоже оформление да и почему я их ставлю вместе в принципе можно подумать что это например две бургундии но если вы сейчас причитаетесь чуть чуть то вы поймете что это америка то америка которую как раз сравнивают с бургундии естественно она идет от участка естественно и она идет из винограда все начинается на виноградники здесь например так и подписано зотович фэмили вайнер обычно если у нас идет наименование без конкретного участка то большую часть этикетки занимает давле давлет наименование самой марки она где-то вот здесь но когда сбор идет с конкретного участка и участка есть владельцы то участок занимает первичное положение и это очень круто это очень но правильно в плане того что это показывает что виноградник превалирует над маркой над стилем здесь у нас 2019 год санта рита hills это у нас америка санта барбара калифорния нет сан луис обиспо по моему это все-таки у нас калифорнии ну ладно санта рита hills потом посмотрим что такое насколько я хорошо слышу слушаю значит номерная бутылка здесь написано номер 08 95 и самое интересное что здесь 13 половины процентов ой 13 процентов алкоголя в белом их кстати вот белые шарданы тоже на бургундию похоже там тоже 13 12 половиной даже для такого южного региона это конечно ну круто это чистая работа и честно говоря у меня был только один вопрос для чего они это делают это чистый эксгибиционизм так скажем не уверен что на этом можно заработать денег потому что принципе стоит она не космических денег не как скримин игл прозрачность вот этот цвет можно спокойно перепутать с бургундским он такой северный в плане того что здесь все-таки рубин до не переход не переходящий в гранат может быть он имеет более красный оттенок такой но все-таки это больше похоже например на бургонь какого-нибудь там года 16-17 чем на америку 19 ароматика очень сдержанная кислых ягод подлеска чуть-чуть есть момент оксидации но это скорее из-за того что он ну какая какое-то время бутылка стоит открытой бочки из жюри что в белых использовать французские бочки что в красных французские бочки но тут прям подписано что это бочки из жюри поэтому что такое в этом есть и действительно по цвету по стилистике это похоже ближе на жюровский пульсар например давайте попробуем наверное единственное что выдает его вот эту новосведскую южную стилистику это сладковатость но все-таки учитывая выдержку в бочках очень свежая вино 13 процентов очень грамотно уложено и даже тут про алкоголь не идет речи тут больше о структуре нанизанной на свежесть не нельзя сказать что знаете высококислотное вино хотя шардоне у него с повышенной кислотностью но свежесть свежесть еще раз свежесть для америки это редко случай поэтому это тот вариант когда ты хочешь удивить людей потому что те кто любит америку они могут даже усомниться но опять же это в приятную хорошую сторону давайте дальше тогда бургундию проверим на самом деле не совсем сравним и просто для меня было важно сказать показать что есть бургундия с женским листом и все чаще мы видим эту бургундию понятно что достаточно давно например в этом себя проявила мадам лилу которая владелицами нынешнего домен леруа вот но это вот такие моменты может быть менее известные числен борту делает свое вино здесь бургунь достаточно простая семнадцатый год классическая этикетка и принципе ничего не выдает что это вот такое может быть даже современное вино несмотря на то что это бургунь это бургунь повышенного уровня нельзя сказать что это вот просто со всех рек потому что даже здесь написано что копир т реколь там шамболь музея кодор франц то есть понимаете насколько важно иногда прочитать этикетку потому что хоть красным и максимально до отчетливо написано бургунь и 2017 год такие главные вещи для познавания но такие штучки они намного важнее потому что как в тексте какого-нибудь договора играют значимую роль без всяких звездочек цвет кстати даже более более красноватый то есть он конечно все равно рубиновый тоже прозрачный абсолютно сравнимы цвета но все-таки красный спектр тоже есть почему я говорю что очень легко спутать вот по цвету они 19 америка и 17 бургундия очень похожи давайте посмотрим чем это пахнет ароматика конечно здесь в бургундии по симпатичным сразу видно вот это на старосветский стиль здесь уже эти ягоды они присыпаны сахарком вино острее чувствуется что она будет кислотным чувствуется что она будет сухим несмотря на вот один посыпанные сахаром ягоды она вибрирующая но такое звонкая даже просто по ароматике давайте попробуем то вино которое хочется долго держать во рту потому что тут есть что распробовать и не сразу она все раскрывается очень крутая кислотность за это мы любим красную бургундию минеральность даже какая-то ягодность очень правильно это ягодность на льду ягодность свеже сорванная ягоды что-то между клубникой земляникой переходящих какие-то там лесные более кислые но все-таки вот баланс здесь ну не сахара но остаточного сахара я медленно такого типа 2 грамма а нет 0 4 даже вот здесь пограничный по сахару и сахар здесь очень тему потому что кислотность настолько высокая что вот эти четыре грамма намного значительные здесь играют чем 2 где-то очень классно очень тонкая и я даже в описании сделал в инстаграме что если хотите попробовать трогательное вино вот женский взгляд на бургундию его надо пробовать и смотрите что еще важно тут же была длинная линейка что некоторые внимание уделяет винтажам и это наверное правильно когда вы дело касается каких-то массовых вин но когда мы имеем виноделла какие-то такие редкие наименования маленькие тиражи тут конечно уже не до года тут даже просто сама возможность попробовать это намного ценнее чем удачный или неудачный год ставлю пустую пустую бутылку но очень классная потому что принципе я хотел вот это сравнение сделать и это было достаточно но в конце нам дали попробовать монтельи не самый крутой регион но набирающий популярность плане того что до сих пор он еще не самый дорогой но здесь например есть премьер крю вот такие мощные уже массивные бутылки это видно сургучом черным оформление такое забористое много чего написано я красиво бутылка суперская стоит правда сразу там от 6 500 даже больше вот но что тут важно она у меня же налита она была последним я поэтому не стал приливать потому что здесь очень важно чтобы вино пришло в себя аэрироваться но это тот случай когда ты с первого нюха с первого забора вот этого аромата ты понимаешь что это уровень выше потому что это тот уровень вернее та черта ароматики который отличает всю базу все обычное вино от высшего уровня да я не говорю что бывает дешевое вино среднее и высокое я сразу делю есть обычное вино есть крутой вот эта нота кофейная мог а маха ягод какой-то такой вот задушки такой легкой и очень сложно даже сказать бывают такие шиповники такие пахнущие сильно которые не слишком фруктовые но у них аромат даже немножечко удушающий вот что-то какое-то вот это вот все вместе сконцентрированная она выделяет и первый раз я такой например почувствовал выше зова такое бывает шамболе такое бывает в крутых крутых коммунах у крутых производителей здесь эти мерсо коддор мерсо мы знаем как белая конечно но но вот монтали премьер крему вот здесь вот это есть ароматика вот если кстати вспомнить я вспоминаю я во франции около какой там собе собор за парижской богоматери сгорел вот вокруг него пахнет такими кустарником очень круто и только за ним идет вот эта ягодность причем ягодность не такая разнообразная вот там от клубники до малины и до каких-нибудь кислых лесных здесь как бы есть наверное упор на одну на на вишню и вот только с легким колебанием в стороны но это очень круто когда он именно уставившийся в эту тему то есть вот тот случай когда вы берете вино нюхаете понимаете если даже нюхаете не понимаете пробуйте и точно понимаете удивительно она не обладает вот этой высокой кислотностью с ног сшибательным чем-то здесь достаточно округленная кислотность сама по себе вкус очень мягкий бархатистый все монолитно переливающийся и вы знаете как какой-то такой момент типа линейку что такое дребезжит дребезжит и потом останавливается вот этот момент между концом дребезжания и остановкой когда еще есть некоторые вибрации в вине но и вот эта монолитность которую уже никуда не деть и тут по вкусу с первого вкуса ты понимаешь что это вино высокого уровня очень классно что мы можем у него отличный вон роман этом например у него отличный там уровень высоких вен или не у него вон роман и ночью у этого производителя есть высокие вина которые естественно дороже стоит но самое интересное что как раз почему важен винодел и производитель что винодел и производитель даже в более базовой категории хотя это пример клю но для каких-то высоких это будет более базовая категория более нижняя может сделать повторить класс марку на стилистику свою теперь мы понимаем что конечно человек является частью первого